В главах 8, 9, 10, мы видим очень много беспорядок, смущения в этих главах, потому что Бог принял свой суд. Хотел бы я понимать. Мы видим очень много смущения, смертения. Мы видим, что люди не обещают, мы видим, что Бог приводит конфликт к ним. И мы видим, что Бог приводит к народам, которые Он называет агентом, для приводит к его народу. Но мы видим, что эти представители Бога, они зло употребили своим положением и в своем праведении. Потому что их сердце было ожесточено. И они были очень злые и ожесточенные. И поэтому в наших дней мы тоже видим, как Бог дисциплирует твой народ, и мы видим по мнению антисемитизма. Много антисемитизма. И даже во всех народах мы видим, как все народы восстают против Израиля. Иран. Иран. Иран и другие страны. Но хорошая новость в том, что эта волна заканчивается надеждой, как и другие волны. Как вы видите, Бог сначала называет проблему, а потом дает нам надежду. И одиннадцатая глава – это одно из самых великих пророчеств Мессии. И вы помните, что 6 глава, 13 стихе, где сказано, что останется корень и останется семя, остаток. Здесь раскрывается более великое откровение об этом корне. И здесь мы видим, как Бог прогрессивно прогрессивно говорит о своем откровении. И в первом стихе. И произойдет отрасль от корня Иесеева. И ветвь произрастет от корня его. Все, что осталось после разрушения – это корень, это пень. И в Таргуме написано очень интересное об этом корне. В Таргуме сказано, что царь произойдет от сыновей Иесея, и Мессия будет превознесен от сынов его сынов. И в этом месте раввины соглашаются с Таргумом. И они не видят, что это описание Мессии. Но давайте посмотрим, как это описывает Мессия. И прочитает на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. То есть, из этого корня произойдет Мессия по линии Давида. И мы видим, что Он помазан Духом Святым. И Ему дана власть от Бога. И мы видим также, что в 9 главе сказано о рождении Мессии. А здесь прогрессирует это откровение. Теперь мы видим описание Его характера. И полноту Духа Святого в Нем. И Его зрелость, Его плоды. Его лидерство и Его власть, авторитет. Таким же образом Бог нас взращивает. Вначале Он взращивает нас, затем смиряет нас, мы умираем для Себя. И мы становимся похожими на небольшой пень, корень. Затем Он создает характер в нас. И в этом характере есть мудрость и понимание. И с этой мудростью, с этим пониманием приходят совет и сила. Мощь. Но ключевой момент в страхе Господнем. И он говорит в письме 3, что его желание в страхе Господнем исполнится. Третий стих. И в этом желании, он говорит, что Он не будет судить по взгляду от чьей своих, и не по слуху ушей своих, решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдать в земле, решать по истине. Всякий раз, когда у лидеров есть мудрость, тогда они будут праведно судить, применять праведный суд. И в пятом стихе, и будет припасанием чесла Его правда. И припасанием бедр Его истина. И вот интересная картина, иллюстрация нового порядка. И это мир, который приходит от Бога. Когда волк будет жить вместе с ягненком, и бас будет лежать вместе с козленком. И затем он продолжает корова и медведица, лев и волк. Корова будет пастись с медведицей и детенышей, и их будут лежать вместе. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. То есть, когда все в пределах Божьего порядка, тогда даже то, что вообще противоположное природой, оно может быть в мире. И как вы знаете, что мир пытается дать ложный мир. Не знаю, есть ли у вас такие наклейки, но у нас есть такие наклейки, типа представь в себе мир, покой, представь покой. И даже у Джона Леннона такая песня есть, там такие слова. Представь себе, нету небес, нету рая, нет никакой религии. Мир пытается представить мир, но это лже-мир. Потому что настоящий мир приходит только в Мессии. И поэтому он продолжает в 10 стихе. И будет в тот день корню Исея, который станет как знамя для народов, обречаться язычники, и покой будет слава. Господь снова простет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего. И этот второй раз настанет после возвращения из бавилонского пленения. Это буквально истолкование этого стиха. Помните, первый раз они из Египта вышли, второй раз из бавилона. Но есть еще другое толкование этого отрывка. Мы можем посмотреть на это второе возвращение остатка, как второе пришествие Мессии. Потому что во второй раз он будет править и будет судить народы. И мы видим некоторые интересные факты о его победе. Его победа приходит в смирении, в верности и в истине. И мы видим, что фрукт его восстанавливает жизнь. И плод его применения полностью перенастраивает нашу жизнь. И что мы действительно видим здесь, это тень, это признавание восстановления Адемского сада. И еще я хочу, чтобы вы видели здесь. В отношении корня Иесеева. Корень Иесеев – это корни мессианского движения. И это лидер мессианского движения, те, которые поклоняются в Духе и Истине. Это поколение лидеров по линии Давида. Потому что Давид – это тоже образ мессии, тень мессии. Помните, когда Давид пришел в Иерусалим и стал царем? И ему пришлось, во-первых, установить правильный порядок. Правильный порядок в том, чтобы священники несли ковчег на плечах. И правильный порядок, который приносят лидеры по Давиду, по линии Давида, состоит в том, чтобы позволить присутствию Божьему покоиться на наших плечах. И это такой же плана лидерства, который Бог хочет культивировать в вас. Такого плана лидера, как был Давид. Когда вы позволяете присутствие Божьему покоиться на вас. И только когда это присутствие Божьему покоиться на вас. то вы можете править или ввести других людей. И интересно, что мы видим здесь в отношении нового порядка. И в 11 стихе. Он продолжает, и он говорит, «Осур, Египет, Патрос, Хус, Елам и все остальные острова, море». И поднимет знамя азычникам и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. То есть, люди из различных культур, из различной истории, они восстановят свои отношения с Мессией. И независимо от всех этих различных исторических фонов или их прошлого, будет новое основание отношения с Мессией. Если прежде Ефрем был против Иоды, то теперь, в 13 стихе, прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иоды будут истреблены. И Ефрем не будет завидовать Иоде. И Иуда не будет притеснять Ефрема. Поэтому, когда царство было разделено на два царства, теперь они объединены. И это цель Бога в том, чтобы создать единство. И так же, как в семьях существует какая-то зависть и ревность между братьями и сестрами, то в Мессии происходит единство. И мы видим, что больше нет зависти и горечи в таком окружении. Не будет. И в 15 стихе Господь буквально в смысле иссушит залив моря Египетского. И простет руку свою на реку в сильном ветре. И так же, река здесь отрекает река Ефрат. И где он говорит, что его мощный ветер, он будет шаг на руку в сильном ветре. В 15 стихе. Простет руку свою на реку в сильном ветре. То есть, Бог исправит Вавилон. И Он исправит врагов Израиля. И разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется, у Асура будет большая дорога. Как это было для Израиля, когда Он выходил из земли египетской. Поэтому между первым рабством, египетским рабством, и последним рабством, бавилонским, будет мир. И мы видим, что дела плоти, они не будут иметь успеха. И мы видим, что вся лже-религия уничтожена, и все рабство уничтожено. И только путь мира будет успешен. И поэтому эта волна доходит до своего кульминационного момента. И Он описывает, каково будет поклонение у нас. И в 12 главе Он говорит, «И скажешь в тот день, славлю тебя Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой». То есть, когда люди находят спасение Божие, они будут благодарны за это. И они будут сказать, «И хотя ты гневался на меня, ты отвратил свой гнев от меня, и ты утешил меня». «Вот Бог спасение мое, уповая на Него, и не убоюсь». И они исповедуют причину, по которой Бог разозлился на них. И теперь они будут доверять Ему. И не только они будут доверять Ему, но они войдут в близкие отношения с Богом. Как ввод Бог спасение мое, уповая и не боюсь, «Ибо Господь сила мое и пение мое, Он был мне во спасение». «И в радости будете черпать воду из источников спасения». Что означает «черпать воду из источников спасения»? Мы черпаем воду от Духа Святого, источника. Видите, Его поток текущий будет течь через нас. И Он даст нам откровение от Духа Святого. Разве не эти же слова сказал Ешуа о женщине у колодца? Что придет время, когда люди будут поклоняться в Духе и Истине. И мы будем черпать воду из источника спасения, из источника Духа Святого. И скажете в тот день, в четвертом стихе, «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его». Напоминайте, что велико имя Его. Потому что Он создал великое. Интересно, когда мы понимаем, что наше исправление – это очень хорошая вещь, интересная вещь. Сначала это трудно, не так ли? Но так же, как и ребенок, который позже оценит дисциплинирование свое. Хотя вы это ненавидите, когда проходите. Но в конце концов поймете, что дисциплинирование – это хорошая штука. И дознает это по всей земле, веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя, Святой Израилев. Поэтому мы теперь приходим к осознанию, что Бог поступил хорошо в том, что нас исправлял. И только тогда мы будем хорошо чувствовать себя, будем провозглашать благую весть. Ведь мы уже прошли слишком много плохих новостей. Но Он обратил плохое в хорошее, в благое. И когда раньше был стыд, теперь у нас есть слава. И теперь мы можем наслаждаться присутствием Бога. И теперь община может поклоняться в Духе и Истине. Поэтому очень много мы увидели в этой волне. И в выводах второй волны мы видим, что Бог распространяет Своё дело путём интенсивного конфликта. И мы видим, что Бог не только распространяет Своё народ, но и он обращает вызов политическим, экономическим, религиозным и социальным системам общества. Также интересно, если посмотреть на Одессу, много строительства происходит. Много старых зданий. И много старых улиц. Также мы можем видеть много реконструкции. И также мы видим, как заменяется канализационная система. То есть, восстановление инфраструктуры происходит. И Бог также производит реконструкцию инфраструктуры. инфраструктуры морального состояния общества. Но для этого необходим верный остаток, который будет верить и молиться. И мы сможем стать свидетелями дел Бога. И поэтому также мы видим, что Бог позволил ухудшиться этому конфликту. Даже до самого критического момента этого конфликта. И так же очень много требуется людям искать решения Бога. Чтобы люди пришли в отчаяние. Только когда мы в отчаянии, только тогда наше сердце становится мягким. И когда мы размягчены, тогда мы открыты к переменам. И мы тогда больше предрасположены к Божьим решениям. То есть, Бог ставит такие условия нам, чтобы мы смогли принять от Него. Все мы начинаем с состояния ожесточенного сосуда. Так же, как Иешуа превратил воду в вино. И сказал, что не можете вы новое вино влить в старые мехи. Потому что что же произойдет со старыми мехами? Когда они жесткие, и вы вольете вино, то это разрушит мех, он не может принимать новое. И эти мехи должны быть мягкими. И каким же образом сделать старый мех мягким? Допустим, представьте себе, старую кожу, какой-то кусок кожи, которая жесткая. Нужно маслом, маслом пропитать этот кусок кожи. Ведь масло является этим смягчающим раствором. Масло, елей, как Дух Святой. И так же, как вы размягчаете кожу маслом, Бог нас натирает Духом Святым. натирает, 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 чтобы мы стали мягче. Нам нужно быть мягкими для того, чтобы Творец нас использовал. Еще одна аналогия, это горшечник, который формирует горшок. Он формирует, 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 формирует. До тех пор, пока он не станет достойным сосудом. И поэтому мы видим, что вначале нам истина не нравится. И Бог ставит там определенные условия для того, чтобы мы приняли истину. И Он изливает больше света. И когда мы слушаемся Божьей истине, тогда Он больше открывает истины. И чем больше истины Он дает нам внутри нас, тем больше мы будем познавать истины Мессии. И когда Он открывает Свою истину, Он пытается создать в нас надежду, дать нам надежду. И только в Его надежде, в свете Его надежды, мы сможем увидеть решение, которое дает Он. И в Его надежде мы сможем принять утешение. И только утешенные люди смогут утешить других людей. И таким образом Бог действует в нашей жизни. И Он утешает нас, чтобы мы смогли утешить других. Он открывает нам истину, чтобы помочь другим увидеть истину. И эти волны помогают нам увидеть эту прогрессию, как Бог совершает Своё дело. И Он нас берет как маленьких детей и взращивает нас, воспитывает. И так же, представьте, как Бог вас воспитывает. И когда вы будете молиться, Он будет вам напоминать некоторые места из Исаии. Ведь Исаия — это как пример для нас, образец. Образец того, как Он прогрессивно нас взращивает. И когда вы будете видеть трудности, можете открыть Исаии и увидеть эту модель. И вы можете спрашивать, почему Бог позволяет этим негативным вещам происходить. И вы увидите этот пример из Исаии, что у Бога есть цель, план. И с помощью драмы Он доносит Свою суть до нас. И я думаю, что через нас Бог хочет привести драматические примеры. Как История говорит, что мы являемся свидетельством. И подумайте о тех способах, с помощью которых Бог действует в вашей жизни. Как с помощью конфликта Бог что-то воссоздал, созидал? И на какой стадии конфликта вы находитесь? И на какой стадии решения конфликта находится Бог? Подумайте о других людях, которых вы знаете. Возможно, они проходят трудности. Может быть, вы можете помочь им увидеть. Как Бог использует их ситуацию, чтобы достичь высшей цели. И поэтому в Исаии есть очень много примеров. И эти свидетельства у вас есть, которые вы можете показать другим людям. И мы продолжим рассматривать, как Бог продолжает работать в книге Исаии. И мы увидим, что волны будут становиться еще больше и больше. Потому что Бог все больше и больше драматизма вносит в коммуникацию к нам, с нами. Давайте перерыв сделаем для вопросов.